Зачем люди предают себя земле? Думаю, это важный вопрос, важная тема для осмысления, хотя, в общем-то, это для многих людей или недостаточно очевидная тема, или даже достаточно неочевидная тема. Многие люди нашли бы сотню, а то и тысячу других тем для какого-то интересного им размышления. Но все же я понимаю, что истина священна, а большинство всегда ошибается, в чем бы оно ни пыталось разобраться. По всему, и, соответственно, попытаюсь сейчас изложить свои размышления на данную тему. Точнее, изложить-то я их изложу, единственное, что не знаю, до кого эти размышления дойдут. И для того, чтобы как-то лучше разобраться, этот вопрос разделю его на как бы две составляющие. Во-первых, вопрос «Зачем люди предают себя земле?» Нужно разделить на первую составляющую – это «Зачем люди предают себя?» И, казалось бы, как? То есть нынешние люди, они не считают, что они себя предают. Алкаш, который спивается, он не считает, что он себя предает. А какой-нибудь работяга, который упахивается на заводе до потери сознания, ну и реально там теряет свое сознание, свои силы, свое время теряет там себя, тоже как бы не считает, что он предает, он считает, что он работает на каком-то заводе, выпиливает там гайку, очень нужную гайку, очень нужную гайку для кого-то там, для чего-то там, и то не факт. Ну и, конечно же, за две копейки, которые ему кинут, как песику, в день зарплаты. Потому что, ну так же ж все, так же ж это там, кто-то еще может вспомнить, что у него там мамка, папка были ветеранами труда, там имели медаль от Ленина. Ну, на самом деле, это предательство себя. Я имею в виду предательство себя как разума. Потому что разум сам по себе ищет возможности какого-то такого существования, чтобы не сильно отвлекаться на всестороннюю хрень. И разумный человек сам для себя не находил бы, ну и не находит, не будет находить какие-то такие виды занятий, которые существенно отрывают разумного человека от философских осмыслений. Конечно же, бывает, что ввиду какого-то понимания каких-то вопросов человек может взяться за какой-то вид деятельности, который тоже отнимает время, тоже отнимает силы. Но, как правило, разумный человек все же, во-первых, не предполагает для себя подобный вид деятельности на постоянных основах, а во-вторых, в принципе, даже изначально, идя на какую-то трудоемкую фигню, так или иначе, мыслит какие-то варианты того, как, в общем-то, на этой фигне не так упахаться, чтобы потерять возможность мыслить и потерять, по сути дела, себя. А как, соответственно, даже осуществляя какую-то тяжелую работу, все равно иметь возможность мыслить, развиваться, существовать? Для разумного человека, как, в общем-то, в свое время Декарт и сформулировал это понятие, мыслить и существовать – это синонимы. Если для простолюдинов синонимы, в общем-то, это в простолюдинских версиях славянских языков вообще очень хорошо запечатлено, там, где жить и живот – это, в принципе, однокоренные слова, и еще это однокоренные слова к слову «жито», то есть «пшеница». Становится понятно, что вот для простолюдинов славянских народов жить – это вот буквально означало питаться пшеницей. Живот, то есть животение, то есть это непосредственно в их понимании связывалось. Да, для простолюдинов жрать и жить – это синонимы. Разумные существа, в общем-то, к сожалению, пока еще не обрели возможность полностью избавляться от физиологической жрачки при всей унылости данного процесса, когда приходится закидывать в себя какое-то дерьмо, потом оно выпадает. И это, в общем-то, разумным существам вообще никогда ни разу не интересно. Дегенератам, дебилятам, которые не осознают себя, им такое интересно, поскольку в их уме нету ничего более интересного, чем та какая-то жрачка, жвачка, которую они запихают себе в пасть. И если, допустим, когда они в ресторане жрут какую-то вот эту жрачку, им вот туда на стол преподнести фотографию экскрементов, они очень сильно обидятся, им будет неприятно. Может быть, некоторые даже потеряют аппетит и в общем-то будут считать, что их день испорчен, что им вот так вот навредили. Хотя, как бы, по идее, а что не так? Им показали будущую конфигурацию, консистенцию, в общем-то, будущий вид и сущность того, что они жрут. Но когда оно в виде воняющей коричневой кучки, им оно почему-то нравится меньше, чем когда оно в виде какого-то тортика, пироженка, там какого-то... Сейчас же вообще попридумывали миллионы вот этих разных названий какого-то того же самого дерьма, только чуть-чуть по-другому подслащенного, но это уже считается отдельный продукт, отдельное блюдо, чуть ли не с авторскими правами на него. И чем более дальше, тем более извращенные версии там появляются. Ну, ладно, это уже вообще отдельная тема. И получается, что для бессмысленно существующих единственный смысл, который проникает в их бессмысленное существование, это та пища, которая проникает через их пасть, в их желудок. Это, в общем-то, единственный смысл, ради которого они, по сути дела, и живут. Ну, а есть более чуть-чуть уже продвинутые и подвинутые в разные стороны зверюшки, которым нравится побегать, попрыгать, посношаться. Тоже жалкие твари, но уже чуть-чуть более интересные. Есть те, которые чуть получше понимают процесс, они уже, в общем-то, хотят и пещерку себе какую-то найти, чтобы там все это делать поудобнее, ну, и готовы так или иначе и приобретать имущество, и защищать как свою жрачку, сношение, сон, так и свою, в общем-то, пещерку. Так и всевозможных других зверюх, которых они там разведут. Ну, и вот так бессмысленно существующие существуют, ни малейшего, ни капли смысла в таком существовании не осознавая, но и, в общем-то, не пытаясь осознать, и, в общем-то, и не ища этот смысл. Сейчас, в общем-то, психологи, если человек задаётся смыслом жизни, уже будут считать, что с ним что-то не так. То есть, по идее, говорят, не задумывайся там. Зачем ты задумываешься? То есть, если человек задумывается, считается, что он несчастлив там, потому что, типа, если человек счастлив, он ни о чём не думает, живёт вот этим мигом счастья. Ну вот, все вот эти описания мига счастья, так называемого, у зверушек, как у четвероногих, так и у двуногих, так и у крылатых, так и у всяких ползучих, у какой бы зверушки этот миг счастья не анализировать, он в точности соответствует процессу опьянения. То есть, можно взять вот список симптомов счастья и взять список симптомов наркотического алкогольного опьянения и они будут, в общем-то, торжественны. Есть незначительные вариации, но, по сути дела, та же субстанция, только перед употреблением. Но это всё, что касается бессмысленно живущих. и поэтому, поскольку их жизнь не наполнена высшим смыслом, поскольку они себя как таковых и не знают, и не осознают, то они, наверное, даже не согласятся с формулировкой того, что они себя предают. Они себя как таковых и не знают. Они настолько слабы, они настолько ничтожны, что для них пожрать и получить другие чувственные усложнения. А для некоторых чувственным усложнением бывает поковеряться у себя на огороде, услышать пение птичек или, допустим, почухать какую-то зверуху, чтобы зверуха там вот... Бывают же те, кто просто жить не могут, если они какой-нибудь зверюхе не помогли, сейчас они считаются великими людьми, теми, кто спасает беспритульных животных, там, про них в новостях говорят, что, ой, та какая-то престарелая сумасшедшая, там, спасла столько-то собачек, а та кошечек. Конечно, их не будут называть престарелыми сумасшедшими, но, как правило, если объективно, адекватно разобраться, они такими и будут являться. Как правило, если разобраться, то вот этим так называемым животнолюбием, что иначе можно сформулировать как зоофилия, ну, пусть не половая, но все равно зоофилия. Вот этим, как правило, занимаются те люди, которые не нашли себя в плане нынешней цивилизации, не встроились, но, с другой стороны, по своим целям и ценностям такие же унылые, и поэтому, не найдя счастья среди людяшечек, они ищут счастья среди зверяшечек. То есть, в общем-то, как правило, как правило, те, кто, какие-нибудь Эйнштейны, те, кто в рамках хотя бы нынешней цивилизации могут как-то что-то достойное делать, они не будут спасать каких-то бродячих котов от того, что, кстати, отчего. Быть бродячим котом для бродячего кота, это его естественное состояние. Подбирая, леча бродячих котов, можно зайти вообще очень далеко, что начать подбирать и спасать бродячих мышей. Потому что, в принципе, какая разница между котом и мышью. Что то, что то грязная волохатая зверюха, которая где-то там бегает. Но вот, правда, тут уже придется вступить в конфликт с котами, потому что коты жрут мышей. Так что или любите котов, или мышей, а еще можно любить собачек, а можно и тех, и других, и третьих. А можно вообще весь зоопарк себе домой затащить, потому что ну типа спасаю несчастных животных. Есть такие люди особо так сказать продвинутые в своем направлении. Ну да ладно. Так вот, вот этих те, кто знаком с контентом моего канала, знают такого персонажа, как Терешина. И если они слушали мои диалоги с Терешиным, то им станет понятным термин кнопка Терешина, которые я сейчас употреблю касательно пальца Терешина, касательно кнопки, кнопки счастья Терешина. Так вот, вот эта кнопка счастья Терешина, она у разных людей бывает разного вида и в разном месте. Им нужно в разном месте по-разному поковеряться. Для кого-то это спасать животных, для кого-то это повторять какие-то бессмысленные действия, потому что так предки делали, для кого-то это поесть, для кого-то это посношаться, для кого-то это и то, и другое, и третье, еще что-то. А для для кого-то это может быть посмотреть на картины. Причем картины древних каких-то деятелей можно исследовать и в научном ключе, а можно и чисто вот в таком бессмысленном, потому что в средневековье и в эпоху возрождения интеллектуальная элита настолько как бы ярко заявила о ценности вообще каких-то наук и искусств, что даже у самых тупых в мозгах отложилось то, что в общем-то рассматривать какие-то древние изображения это некое достоинство. Поэтому многие тупые существа себя так запрограммировали, чтобы посмотреть на какую-то старинную картину это уже счастье. Хотя они смотрят как говорится в книгу и видят фигу, но они снова же это все не анализируют и не дают себе отчет об этом всем. Хотя можно с чисто научной точки зрения смотреть на картину и видеть там нечто другое, видеть те или иные знания, те или иные попытки передачи и сохранения информации, ну и так дальше. Ну это как из религии, что снова же простолюдины слышали звон, да не поняли в общем-то где источники и о чем вообще речь, поэтому им говорили о том, что есть нечто высшее и так дальше, но они не нашли для себя ничего более разумного, чем не знаю, красить яйца и светить куличи и снова же жрать, пить и услаждаться своей животной жизнью. Поэтому такие существа по сути дела и будучи ничем, в общем-то даже если бы из себя осознали, что в их случае невозможно, потому что они этого не хотят, но все равно они бы поняли насколько они ничтожны и скорее всего сразу же впали в депрессию и вернулись обратно к своему унылому существованию. Хотя если бы они нашли в себе силу воли, они могли бы взять себя в руки и начать развиваться. Ну вот получается, что такие существа себя и не зная, они конечно же себя и не ценят и как бы в каком-то смысле даже конкретизировать к ним фразу, что они себя предают наверное не совсем правильно, они просто осознают, что они грязь и они так сказать отдают грязь к грязи, пыль к пыли, прах к праху. Подобно червям, подобно каким-то мышам, подобно другим зверюхам они ковыряются в земле. Но с точки зрения как бы духовного развития ковыряются в земле это ну по-настоящему предавать себя, потому что как бы духовное развитие оно невозможно на пустом месте. Духовное развитие это не нечто типа христианского отпущения грехов, которое вот такое вот аморфное и иллюзорное и вообще не пойми где оно и как бы по сути дела его-то и нету. Духовное развитие это реальный процесс, который сложен, который долг, который человек ну в общем-то так же само как и как и с одной стороны можно например там купить какой-то косплеерский костюм на котором нарисованы мышцы мышцы Халка или мышцы там какого-то я не знаю ну супергероя какого-то мышцы Супермена а можно долго и уныло развивать в общем-то мускулатуру вот так и духовное развитие это процесс очень долгий очень трудный процесс но его можно осуществить можно осуществить если хотеть ну это конечно не будет сразу однако чтобы его осуществлять нужно время нужно силы и поэтому человек желающий духовно развиваться никогда не будет тратить время впустую никогда не будет тратить время не знаю на осуществление какой-то фигни которая по сути дела не имеет никакого ключевого значения для человечества в принципе то как я засеваю видеозаписями youtube по сути дела кидая зерна в пустыню отчасти тоже можно сравнить с ковырянием в грязи но я-то тут это делаю потому что все равно знания и идеи так или иначе сохранятся и больше того так или иначе каждая запись увеличивает вероятность того что какой-то разумный человек наконец приблудится и будет так или иначе помогать праведной деятельности если же говорить о тех кто ковыряется в земле то они будут ковыряться в земле в этом году они будут ковыряться в земле в следующем году и даже через год и через два им нужно будет ковыряться в земле ровно так же то есть то что они поковырялись в земле в этом году не будет какой-то каким-то какой-то возможности статистической увеличением вероятности того что на следующий год найдется кто-то кто вместо них там будет сидеть и ковыряться или кто им будет в этом деле помогать там не вырастет какое-то дерево которое самого будет пахать или еще что-то в таком духе и по сути дела да по сути дела им из года в год нужно трудиться а силы то они бесконечные и каждый человек стареет а стареет каждый человек идет к червям по сути дела все ближе и ближе к червям на пир на пик и к червям где червя являются в общем-то главными действующими лицами а человек является лишь блюдом блюдом для червей лакомством для них поэтому человек работает тратя свои силы тратя свое время тратя крохи своего какого-то интеллектуального потенциала который из года в год угасает угасает по естественным причинам потому что человеческий мозг к старости если его постоянно не развивать человеческий мозг не становится все умнее и умнее человеческий мозг становится все тупее и тупее у любого человека от как бы дебила до гения к старости как правило мозг как и все тело увядает да кстати все тело тоже в общем-то увядает и вот что получается что таким путем если человек как бы надеется на какое-то духовное развитие как бы зачем на него надеяться я не понимаю это как надеяться на физическое развитие физическими упражнениями нужно или заниматься или не заниматься надеяться на них смысла нету как бы сами они ни за кого не придут и как бы никому мышцы не нарастят так и духовные знания их тоже никто никому не нарастит если кто-то сам себе их не разовьет и получается что люди которые в общем-то как-то хотели бы духовно развиваться но вместо того чтобы развиваться тратят время на сельское хозяйство они таким путем предают себя предают себя в прямом смысле этого слова не желая полностью проанализировать все что есть хватаясь за какие-то там эмоции за какие-то там привязанности за то что там типа кто-то там жил предки жили не могут же они забросить там родовое это родовой садик родовое там гнездо так сказать то есть себя-то забросить они могут значит а вот так сказать садик они забросить не могут сами всякой гадостью порасти они могут огород а вот чтобы огород порос бурьянами они не могут то есть лучше самому порасти чертное чем ну как минимум порасти мозолями и покрыться усталостью чем соответственно послать то все вообще ко всем чертям и пусть бы оно там хоть заросло хоть бы провалилось под землю потому что в конце концов все равно же человек рано или поздно покинет свой садик свой огородик рано или поздно каждый покинет и что или кто-то чужой будет за этим всем ухаживать или никто а в результате даже и кто-то чужой все равно погибнет и в результате все равно оно все придет к концу энтропия все равно все это заберет материальная энтропия она абсолютно. Материальная энтропия не может коснуться только духовного. Поэтому если человек развивает разум, материальная энтропия не сможет победить разум, потому что разум может так или иначе закрепиться в реальности. Как уже это сделать? Это уже отдельная тема. Материальный разум, в конце концов, может выйти за пределы реальности. Точнее, духовный разум, сильный разум, освобожденный разум может в конце концов выйти за пределы материальной реальности. А вот все материальные изделия, все садики, огородики, родной материнский домик, родная папина лопата, с помощью которой папа всю жизнь пахал. И вот своим потомкам завещал, чтобы они тоже всю жизнь пахали, потом умывались и пахали его родной лопатой. Это звучит бредово, это звучит жалко, но люди, к сожалению, предают себя, ну и, по сути дела, отдают себя земле. Я прошу тех, кто имеет разумение посвятить себя делу в священной проповеди. Ну и, если уж говорить полноценно, то в идеале было бы всецело отдать себя делу священной проповеди. Для этого надо изучать ведические материалы, для этого нужно их понимать, писать свои какие-то размышления на данную тему. Настолько хорошо знать данный материал, чтобы уметь грамотно дискутировать с представителями других религий, философских течений, атеистов и так дальше. И дальше можно писать свои книги, дальше проповедовать, вести свои какие-то кружки, распространять мои материалы. Можно посвятить себя этому делу, то есть можно посвятить себя совершенству. Можно посвятить себя совершенствованию человечества, можно посвятить себя величию разума, в свете которого, и становясь частью света которого, человек сможет и сам сохраниться в вечности, пополнив, в общем-то, достаточно немногочисленные списки пророков, каких-то святителей, духовных учителей человечества. Ну а если человек занимается сельским хозяйством, то это значит, что человек настолько себя не ценит, настолько себя не уважает, что считает себя, по сути дела, равноценным по значимости с червем. Ведь удел червя всю жизнь ковыряться в грязи. И человек, не желая признать, не желая понять, и не желая дальше как-то осознанно из этого исходить, касательно своего разума, касательно своей духовной природы, обесценивая значимость своего времени, обесценивая значимость себя. По сути дела, таким путем придает себя, приравнивает червю, ну и в финале отдает земле. Да, те, кто из грязи и сущность их грязь, они должны уйти в грязь, туда им дорога. Но те, кто разумны, не должны посвящать свою жизнь грязи. То есть это даже тупо звучит «посвятить грязи». Посвящать можно только чему-то возвышенному. Посвящать свою жизнь нужно развитию, самосовершенствованию, совершенствованию человечества. А земле пусть отдают себя враги человечества. Ну и из земли в землю пусть вылезшие возвращаются черви, они разумные существа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok